Друзья, дорогие, во всех уголках мира, в любое время дня, здравствуйте вовек. Давайте чуть-чуть поговорим на очень-очень важную тему. Она касается тех, у кого есть дети, маленькие дети и большие дети, понятно. А вот когда дети совсем крошки, вот буквально только родились, и до своего сознания, своего «я», своего «се» примерно лет до восьми, как раз в Православной Церкви с этого периода начинается возможность исповеди с семи-восьми лет, немного по-разному, в разных деноминациях. Итак, ребёнок рождается, и мы слышим слова Христа, когда читаем, конечно, Библию и слушаем слова Бога. «Не мешайте, не мешайте детям, не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть в Царстве Небесном». Очень много мы об этом рассуждаем, именно таковых, чистых, имеющих живое отношение с Богом. Оно дано нам априори каждому. Вот этот тихий голос начинает звучать ещё, когда ребёнок в утробе, голос, который постоянно зовёт человека вернуться к Богу. И чем человек тише живёт собственным эго, мировоззрениями, своей бурной суетой и активностью для своего собственного круга занятий и видений, и хотений, тем более возможно услышать ему голос Бога. Ребёнок же очень хорошо его слышит. Он рождается с чувством Бога. Но чтобы его понять, это чувство, чтобы его направить, для этого даны ему родители, для этого даны ему другие люди, и окружающие его, и те, кто его воспитывает. Часто это бывают учителя, бабушки, дедушки. Разные есть обстоятельства. Есть более взрослые друзья, направляющие ребёнка. Потому что если этого не произойдёт, он останется. Это инстинктивным чувством Бога. Например, дети Маугли, которые, не дай бог, были похищены какими-то дикими животными или пропали в лесу, они были выращены животными, они, конечно, люди. Но вот это развитие поиска Бога у них отсутствует. Они инстинктивно живут в нём. Инстинктивно как живут в нём все живые существа на земле. Так что же происходит с нашими детьми? Вот ребёнок рождается, и мы, если это семья, семья верующая, как мы называем, воцерковлённая, начинаем ребёнка отучать от живого Бога. Я не побоюсь этого слова, друзья. И ещё могу рассказать. Начинаем отучать. Вместо живого общения всё, что нам дал Бог вокруг этой энергии жизни, которой есть Бог, его, естественно, не он сам, но его имманентные энергии, его одежды, как говорят древние медрежи. Всё, через что мы должны постигать Бога, говорит нам апостол Павел, первое послание к римлянам, первая глава, что они могли прийти к Богу, он говорит об истечниках, но засуетились и стали поклоняться твари, творению. Творению вместо Творца. Что такое творение? Любой человек, любой, повторю, любой человек – это творение Божие. Все предметы, всё, из чего можно было сотворить какие-то идолы, какие-то вещи, которым поклоняемся, это тоже всё, что дал материал, всё Божье. Не поклоняйтесь нам, говорят, ни в коем случае творением рук человеческих. Никак. Даже если вы туда вкладываете определённую какую-то идею, этого делать нельзя, потому мы читаем, помните, мы с вами много-много путешествовали по книге Бытие, Берешит, и Бог говорит евреям, вышедшим из Египта, не сотворите мне вот первой жертвы, никуда вы понесёте свои жертвы, потому что вы грешники, и вам надо жить и ждать Мессию, и ждать спасения, а потом обоживания. Не делайте его из отёсанных камней, ни из чего, с чего касалась рука человека, только из того, что сам Бог вам сотворил и дал, просто из земли, просто из камней неотёсанных. Это важный момент. Так вот это вот неотёсанный ребёнок, так скажем, неотёсанный нашими руками, но созданный Богом по своему подобию, по образу, простите, и подобие, нужно будет ему приобретать в течение жизни. Образ создан, подобие человек приобретает сам вместе с Богом, синергия. Мы начинаем его уводить в сторону наших собственных представлений о Боге, которые мы имеем через собственное действие, только через них, через ритуалы, через чтение, например, наших составленных текстов, даже не писания, потому что писания, нам кажется, это недостаточно. Его надо как-то оформить, как-то урезать, порезать, сделать из него начало-зачало, и тогда только можно его читать. Друзья мои, это же опять то же самое. И писание здесь касается резец человеческий, который держится в руках человеческий. То есть через это мы всё пропускаем. И вот дают ребёнку делать, например, религиозные какие-то постановки. Ну что в этом плохого? Ничего плохого нет. Спектакли. Пяти, трёх, шестилетние дети участвуют, вырезают какие-то фигуры святых, о них там передвигают, что-то говорят. Это всё насаждается искусственное представление Бога, то, которое имеем мы с вами. Наши иллюзорные. И ребёнок медленно-медленно отучается от живого Бога, от прямого с Ним общения, как с Отцом, как с Творцом, потому что Он есть и Отец, и Творец. И медленно-медленно ребёнок приобретает эту тяжёлую, печальную, трагическую замену, потому что он остаётся без Бога. Конечно, он без Бога никогда не остаётся, Бог никого не оставляет из своих созданий. Никого, тем более человек. Как он сам говорит, это вершина создания Бога. Но человек оставляет Бога. А спасение – это как промежуточный этап. Кстати, это совершенно не цель. Совершенно. Мы много об этом с вами говорили. Если я упал в лужу, когда шёл куда-то на работу, цель моя была – я вышел из дома не выйти из лужи, а дойти на работу, так грубо скажем. Понимающе. Поэтому, когда я упал в лужу, как мы все упали с Эдем, мы должны сначала стать из лужи, это и есть спасение, а потом снова идти к Богу. Это наша цель. Ни в коем случае не цель, есть спасение. Но почему-то все замкнулись на спасение. Вылез из лужи, а дальше что делать? Идти дальше к Богу. Так вот, дети, рождённые, на этот свет с помощью милости Божьей, они уже идут к Богу. Но мы им начинаем много-много нитей напутывать на ноги, на руки, на рассудок, на всё представление о жизни, о мире. У нас появляется искусственный Бог, так как мы его себе представляем. Какой-то служак он у нас, наших хотений, похотений и воли нашей, которые мы всё время вносим на листках, на «распишись, Господь, и поставь печать, что ты будешь мне помогать». Потому дети часто, когда приходят в наше собрание, как мы называем, экклесия, церковь, место, где мы собираемся, иногда они смотрят на всё это в изумлении. Ему очень сложно бывает стоять. Час-два у нас, порой и три часа идут литургии. Они не понимают, в чём дело. Я вас уверяю, друзья, что большинство взрослых, которые там находятся, не понимают, что они делают. Так как же ты можешь, человек, не понимая сам, что ты делаешь, для чего ты делаешь, с кем ты говоришь, что-то объяснять и направлять ребёнка, если ты сам не понимаешь. Если ты понимаешь, с кем ты говоришь, то почему ты говоришь так, специальным языком, специальными криками, разве Бог не имеет каких-то своих ушей? Ему надо как-то изворщённо что-то говорить, извините за это выражение, на специальном языке, да скажите пять слов на нормальном, доходчивом языке, говорит апостол Павел, нежели груду слов на языке, от которого никто не понимает. Ну почему же это мы не слышим? Мы не слышим Библии, мы не слышим Нового Завета, не слышим Слов Бога. Не мешайте детям, не препятствуйте, им помогайте, помогайте вести их ко мне. Вот цветок, вот бабочка на нём, оба они, вот эти два создания, цветок и бабочка, не живут друг без друга. Они не могли зародиться один, потом какой-то тётя эволюция так и скрутилась, что бабочка сидела, значит, в позе родена и ждала, когда цветок наконец вырос. И наоборот, цветок сидел и ждал, когда же наконец появится бабочка, чтобы меня могла опылить. Друзья мои, это просто та ахинея, которая ещё и в школе детям навязывает на ум. Конечно, они в такой запутанности находятся. Это тоже всё наши действия. Вот и ребёнок пошёл по нашим деблям в тайгу, а потом мы удивляемся, что же с нашим миром происходит, что происходит с нашими детьми, почему они бегут так называемой церкви, бегут бегом, а если даже остаются, то начинают лицемерить. И это очень хорошо заметно. Они кланяются, они разговаривают каким-то непонятным языком, везде накладывают крест, где надо и не надо, и сами не знают, зачем. От сглазу. Ну, тогда всё понятно, если это от сглаза. Понятно, что наше христианство – это не христианство. Какие могут быть сглазы у христиан, у последователей Иисуса Христа, Мессии, самого Сына Божия, который пришёл на землю, указать всем истинный путь. Не мешайте детям приходить ко мне, помогайте, рассказывайте им, что всё создано мной, только моя воля во всём, а твоя воля, человек, следовать моей Божьей, как говорит Господь, воле. Ибо Христос говорит, я сам не говорю ничего от себя, но только то, что сказал мне Отец. Конечно, ни в коем случае нельзя извращать опять эти слова, как мы любим, что человек имеет ни слова своего, ни мнения своего, ни воли своей, ни в коем случае. Иначе он был просто пнём. Конечно, имеет и пророки, которые излагали Слово Божие, имели свою волю и свою силу, своё понимание, излагали через себя, иначе Бог бы им просто трубным голосом что-то кричать с неба. Нет, Он это делает через людей, именно через людей. Но в чём же здесь проблема? Проблема в том, что самое основное, вот здесь вот в поиске Бога, своей выражения нашей свободной воли, она должна быть в том, чтобы принимать во всём волю Божию, искать её во всём, ошибаясь подниматься и просить Господа направлять всегда во всём, чтобы не делали Бога направлять нас, просить Бога направлять нас, а не наоборот. Бог, помоги мне, где я хожу, я хочу вот так, а ты делай, пожалуйста, потому что именно так я вижу, что это истина. Поэтому мы и пишем иногда на знамену. Бог с нами. Откуда ты знаешь, друг? Бог не с нами и не с ними. Бог со своей собственной истиной, как мы видим в книге Иисуса Новина. «С кем ты?» спрашивает Иисус Новин, ангел с мечом, который восстал перед ним перед походом на Иерихон. «С кем ты? С нами ли с ними?» ответил Ангел Божий. «Не с вами и не с ними. Я с правдой, с волей, с истиной Божьей. Я воин Божий». Хотя, конечно, ведь он был послан именно Иисуса Новину, который должен был взять землю обетованную. Но правда Божия, друзья, это не человеческая правда. Поэтому, когда мы детям внушаем нашу собственную правду самых молодых ногтей и видение Бога как суеты в бумажной картонной религии, то мы, друзья, всякую живую веру, живое общение в детях наших тем убиваем. И тогда порождение нашей всей веры, всей нашей суеты религиозной это ложь и лицемерие получается так, потому что мы никак не хотим скинуть с себя печального, знаете, такого лица, возвышенного, который мы надеваем на себе маской и внушаем детям, что именно это и есть вера. Это и есть то, что угодно Богу. Вот все, что мы делаем, это и есть то, что угодно Богу. А может быть, лучше спросить Господа Бога, что Ему угодно, еще раз спросить, миллионный раз спросить, открыв Его Слово, говоря с Ним живым каждый день, каждый день, говоря с Ним живым, все говоря, что есть на сердце, ничего не скрывая, ведь от Бога скрыть ничего нельзя. И когда мы пытаемся что-то скрыть, как произошло, помним, с Ананием и с Апфирой, когда они скрыли деньги, здесь не в деньгах дело, можно скрыть мысли, намерения, истинные свои, мировоззрения, желания, истинные, почему мы идем туда, и что мы, почему мы молимся, истинные желания, от Бога не скроешь, Он это увидит. И мы знаем, чем заканчивается такая жизнь. Она заканчивается во тьме кромешной. Дети, находясь под рукой Божьей, живым Его общением, интуитивно общаются со всем окружающим их миром. Мы давно это и много замечали, как они разговаривают с животными, даже с растениями, с любой букашкой. Дети находятся в энергии Божьей, которая и есть, естество их связей с Богом. Наша же задача именно этому, такому живому общению, научать. Идите, научите все народы. Бог живой принес свои заповеди, принес свою волю, написанную им самим. Учите это, учите слово Мое. Наставляет апостол Павел, Тит и Тимофея, вообще всех своих учеников, учись и неси эту, весь живую, благую, всем народам. Не собственное измышление и представление, как хотелось бы нам, чтобы Бог принимал наше служение, а именно Его живое слово, живые энергии, общаясь с которыми мы познаем Бога, с Ним живым и с этими энергиями, конечно же, друг с другом. Друзья, давайте надеяться, верить, что Господь наставит нас, если мы того хотим, если мы не убеждены на себя 100% в своей собственной правоте и детям не внушаем это, что вот так надо веровать. Именно вот так. Ходить, стоять, вот это читать, а где Бог живой? Вот здесь, там, где я тебе укажу. И где постоянный рост, постоянный путь, постоянный поиск? Ведь Христос сказал, я есть путь, я есть истина, и кто ищет, тот найдет. Так а где тогда поиск, если мы мертвы в своих убеждениях, правильности, собственного следования, собственным ритуалом и собственным убеждением? Друзья мои, мы не будем жить по той поговорке, по тому анекдоту про одного старого еврея, который искал деньги под фонарем. Почему ты здесь ищешь деньги, Мойша? Ты разве здесь потерял? Нет, я потерял вон там свой кошелек. А почему ищешь здесь? А потому что здесь светло. Так вот, друзья мои, не давайте сами, не будем сами устанавливать свет. Давайте ориентироваться на Божий свет, исследовать его свету. Он знает, где светло, а не мы. Всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok,